Два Руслана звучат, а в одной мухе у меня приемники, прямо в стуле. Загадывает желание. Загадывает желание, уверенно оно сбудется. Потрясающая энергия. Это Гуру Дэ. У нас в гостях и песня. Всем приумели. Да, да, да. Песня, о которой мы говорили. Слушатели, слушатели нам звонят. Смотрите. Ура, ура. Алло, добрый вам день. Эх, не выйдешь. А нет. Алло, алло. Алло. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте. Да, здравствуйте, Валя. Очень приятно. Вот, кстати, сегодня у меня уже третий вопрос. Причем, где вы черпаете вдохновение, когда пишете музыку, а где вы черпаете вдохновение, когда пишете стихи. Просто, наверное, это одно и то же вдохновение. Однажды был такой большой проект, мы выиграли вместе с композитором грант посольства Германии. И мне нужно было написать для большого вокального вокального на немецком языке. И у меня было на это три месяца всего. вот и знаете вдохновение у меня этот был период как раз зимний вот я смотрел на снег на хлопья снега огромное и я даже снял дома все шторы вот чтобы его больше разглядеть до передвину диван к как ну вот и сидел на диване смотрел на снег и писал стихи вот от природы от стихий я я вдохновляюсь ну вот без этого наверно невозможно жить просто сидя в какой-то темной комнате наверно конечно это невозможно сделать спасибо большое за вопрос а еще раз давайте да на интересный вопрос спасибо я испытываю то что однажды я уже здесь был да я однажды здесь был и мне приходят различные образы различные картины и я это все хочу передать через клипы возможно через будущем через какие-то фильмы вот и меня это все безумно заряжает и я это пытаюсь сохранить донести до людей то что это нужно сохранять беречь и сохранять и любить это очень ответственно знаете ли а региона либо страны вот да я воспользуюсь моментом значит побуду министром культуры страны пару минут я я бы больше пропагандировал больше инвестировал историческую историческую историческое богатство россии вот в ее культуру традиции возрождал вот и больше бы инвестировал в одническую музыку чтобы она звучала во всем мире и также был бы за сохранение памятников вот инвестировал вот в такие проекты и молодежные так как у молодежи очень много сейчас интересных идей вот когда я приезжаю в хакасию и разговаривают с интересными творческими людьми у них очень много интересных идей вот как-то бы реализовано реализовал бы эти проекты